Потому что мы взяли сегодня, на сегодняшний день, которые цены. Вот дерево брали, доски. А в этом году в два раза, ровно в два раза, увеличили стоимость досок. Да ладно, я для гроба-то купил раньше. Мне гробик сделали хороший. Видели, какой красивый? Видели. А я только не пойму, там крышка, как будто снизу одно, а крышка вот такая отдельно. Или нет? Или крышка плоская? Нет, крышка не плоская. Нет, крышка вот так, могилкой. А получается, вот на чем лежите, то просто плоская, да? Снизу? Не знаю, я не видел так. Там может не просто, она может в другом виде вот так вот. И поэтому не видать дно. Дно уже, а к середине, а потом опять вот так вот ромбом. Как будто кажется, что крышка вот такая, а снизу только ровная. Я просто такое первый раз увидел. Говорили, но я не знаю. Я вот Серафима увидел, когда хоронили-то. И мне понравилось. Я пошел сразу к Андрею, заказал, замерил себя. Говорю, у меня доски показал, где лежат. Поехал на могилу к матери, где взял шесть флажков, лег на землю, разметил. Сейчас я покажу. Кто с чем хвалится, а я гробом. Вот, смотрите, как будто вот это, видите? Да, да, да. Как будто крышка вот эта, вот эта крышка, а вот тут как будто ровная. Или там тоже вглубь идет? Не знаю, не видал. А спрашивать как-то неудобно. Скажет, вот капризничает и еще в грудь не ложится. Это одна крышка, наверное. А крышка одна, одна крышка. А крышка, значит нижней части, может быть, нету. Я рассказывал, когда я работал до армии, у меня уже не 20 лет, а 21, наверное, было. Вот, и я там прорабом работал. И в столярке столько работал, что приходилось там и ночевать. И было холодно, я сразу гроб смастерил, там наложил стружек. И в них палочку положил между верхней и нижней частью, чтобы воздух проходил там. А утром уборщица пришла и подметает и возле гроба-то. А я потихоньку хотел из гроба-то вылазить-то, а она чуть на место не легла. Раньше долбили домовины из бревна, выдавливают. А ни одного гвоздя нету. А сверху еще не накроют. Так домовиной она так и называлась. Ну вот так, вопросы есть? То есть, а батюшка у вас остается, будет завтра или нет? Завтра будет, это поэтому бывает много причастников. Поэтому он приезжает, вот вчера вечером служба была, а сейчас утром литургия, вечером уже как обыкновенная субботня, а потом воскресенье. Воскресенье-то остаешься? Вот так. И Дмитрий остается. Так ты можешь причаститься. Сейчас пост идет. Сегодня наиспо сходишь к батюшке и все. Ну поговоришь тут. Да. Ну вот так, я тогда сейчас начну вам скидывать кое-что. Ладно, да. Про книги-то. Вопросы есть, нет? Каин, Каин, согрешение Каина было в том, что он принес жертву, ну то есть не полную, он не от всего сердца, не самое лучшее для Бога выделил. Но он потом огорчился, он огорчился тем, что его Бог не принял жертву, или тем, что у брата принял жертву, или и то, и другое вместе. А почему он, ну, недоволен братом, а зачем убивать-то его? Ну, это, в этом-то и грех и есть, безумие. Да хоть безумие-то оно и обоснование имеет. Ну, чтобы не было с кем сравнивать. Вот. Что Бог любит его, а Бог без любви не может жить. И поэтому я уберу объект любви Божией, то останусь я один, Бог по неволе меня будет любить. Ну, все понятно, понятно, понятно. А вот уж какие он там плоды, там эти огурцы, арбузы собрал-то, мы не знаем, что гнилое, не можем сказать. Но главное, Господь знает сердце. Потому что вот это оно ни на что не указывало, а это указывало на Голгопского Агнса. Вот в чем дело-то. А Бог-то в одном дне, для него нету вчера и сегодня, и послезавтра будет. И поэтому это была жертва за грех. То есть уже согрешивший приближался к Богу с сознанием своей вины. А если он там целую даже телегу сжег помидоров, то ничего это ни о чем не говорило. А вот смотрите, сказано, да, когда уже Господь сделал Каину замечание и говорит, грех вот влечет тебя к себе, ты господствуй над ним. И написано, и сказал Каин Авелю, брату своему. И дальше не написано, что сказал, просто и сказал. И дальше, и когда они были в поле, вас толкая на Авеля, брат свой убил его. Он имеет в виду, сказал это что, пошли типа в поле? Да, там есть такой курсив, он пишется. Пойдем в поле. Пойдем в поле. Ну, у того там где-то была своя пашня. И у этого где-то отарос, овечек-то было. Коров, верблюдов не держали еще. Собак, видимо, не было. Но по смыслу жизни самое первое животное должно было быть собака. Она охраняла. Без охраны спать не ляжешь. Вот мы проехали с собакой. 120 тысяч километров, 650 остановок. И везде собака, у нас стержень был, забивали в землю. И она на цепи, цепь цепляли. И цепь у меня была, нет, внутри. Там, когда едем, я его пристегивал. А как только едем по мосту, мы дверь приоткрывали, и собака была снята. Если что, случилось бы, чтобы можно было выплыть. А если он упал, то ничего не будет. Мы всегда это делали. То есть, ну, опасная зона. Но в Уссурийском крае я собаку держал, потому что там тигр есть. Он в 11 раз тяжелее собаки. Так что, он одной лапой перешибет ее. А говорят, а почему тигр так не любит собак? Другие говорят, он мстит за их меньшие братья, потому что собаки кошек гоняют. Точно. Точно. А кошкам меньше его в 10 раз. Собаки-то. И поэтому, ну, что тут говорить? Ну, вот так. И поэтому он со мной был в кабине. В Уссурийском крае. А как вы думаете, медведь это кто он? Собака? Или енот? Это медведь. Это медведь. Вот когда учат, говорят, китайцы, прям палки дают, и медведь ставят только в сторону севера. Это наша земля, вот которая дальше от границы-то идет, от Амура. И палка его, северного медведя. А почему? Медведь это, ну, эталон. Русский медведь. Его просто медведи, я видел, побрили, и он стал копия собака. Похожий стал. Не знаю. Там и ноги другие, и образ жизни другой, и сила другая, и комплекция другая. Нет. И когти. Да, когти. Вон, собака не может никуда залезть, у нее нету. Ну, и кроме того, он здоровый-то какой. И он бегает, не думая, что он так такой не упал. Он до 60 километров, видимо, развивает скорость. От него трудно уйти. Коня обгоняют даже. Да. Да. Он там возится на севере. Особенно большой, самый большой, это белый медведь. Там до полутонны, наверное. А когда Господь сказал Каину, вот, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит. Он влечет себя к себе. Но ты господствуй над ним. Он как бы с этими словами говорит, что не верь, что ли, своим чувствам, не верь, что ты чувствуешь. Господствуй над грехом. То есть не доверяй. Он же первый раз почувствовал. Каин же не знал этого чувства вообще никогда, то, что он почувствовал. Это же он первый человек. Ему Господь говорит, как бы, что это грех. То есть вот непосредственно. Так я понимаю? Господство, это означает побеждай. Побеждай. Расправляйся с ним круто. Вот, допустим, что-то мне хочется делать, никак, сразу отрубай. Вот нет. А вот я тебе покажу. Это сам с собой ты как бы разговариваешь. Вот святые отцы в пустынях так учили. Тебя что тянет такое? А ну давай вот с этим. Как ты будешь бороться? Они искусственно составляли такой как бы план, режиссуру и боролись. Вот приезжал ко мне неоднократно он Алтайский, Амбросий Юрасов. Так они так, вот допустим, с кем-то начинает он, а он в женском монастыре. Вот ты такая-то, ты такая-то там. Кто-то взял, посмотреть, как реагирует он, человек. Единственный грех, которому нельзя бороться, это блуд, да, женщина? Да, нельзя только отступать. Если оборону можно держать, а это только отступление, никак. А то вот бывает, у нас обратился один, в университете вел занятия, это оказалось, у него не одна была. Вот я какое-то, но одной до другой я позвоню, расскажу, она будет ходить на занятия, другой скажет, не ходи, не ходи, пока Бог голову не снес тебе. Не звони, ничего. Если какая-то связь была, по той улице не проходи. Если можно, переезжай в другую сторону, чтобы не знал где. Один, главное, Соловки сейчас, остров есть там, ну, как было всегда. И он там с ней со своей-то знаком был, а теперь ушел. Видимо, она его любила. Она пишет прямо сейчас в журнале. И она долго искала и нашла его. Нашла, а он-то там уже с монахами-то свыкся, и от этой Танюши-то отвык, ему уже нужды нету. А она его где-то нашла, где он был, он от нее бежать. Монахи-то узнали, они ее за волосы, говорят, потащили, в лодку посадили и на материк отправили. Они своего метрофана уже не отдали. А чего ради отдавать-то? Игнат Тихонович, а вот еще такой вопрос. Ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твоей принять кровь брата твою от руки твоей. Когда ты будешь возделать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, и ты будешь изгнанниками, скитальцем на земле. То есть, получается, были уже люди на земле, у них земля давала больше, а другим меньше. Получается, Каину земля меньше давала, да? Несколько сыновей жили-то в 130 лет, первый ребенок у Адама родился, а жили по 900 с лишним лет. Народ-то расплаждался, и где-то он с кем-то встретится, и Бог дал ему знать, какой, я считал, это было, подожди, я сейчас скажу, ой, этот Арас или какой-то там есть такой святой, его тоже так хорошо знают-то. И он говорит, что Бог дал трясущую болезнь, он шел и все время боялся. А Библия подтверждает, когда человек убийца, он до самой смерти будет бегать. Я с одним так разговариваю, он такой бровастый, говорит, потом раз, гляди, милиционер идет ко мне, он сразу задрожал. Оказалось, за ним числится. Он до смерти будет бегать, и он дрожал все время, боялся. Кто-то встретится, кто-то убьет. А вот когда считаем мы, то даже, если меня кто-то убьет, там Ломех говорит, там в седьмик раз семь больше будет. Сам назначил цену какую. Убил, это он говорит, мужа победил, в язву мне, то есть рану получил от того. И он в оригинале, говорят, что там в стихотворной форме. Пойдем мы как один умрем в борьбе за это. Он там Марсельезу пропел женам своим. То есть он этим похвалился еще? Да. Но это не о Ломехе уже говорится, о Ломехе. Подальше там от него. Вот смотрите, когда Адам согрешил, Господь Адама самого не проклинает, но говорит, проклята земля в делах твоих. То есть земля тебе не будет давать уже. Ну она, земля изменилась. А здесь еще относительно Каина, еще Каину земля. То есть это два разных проклятия, да? Нет, это одно на всю землю, на всех. Это на нас распространяется, потеряемки. И мы с сорняками бьемся. Вот поле такое с одним хреном. Листья широкие. Я все перетяпал. И не было ни недели, две, наверное, пришел, я не могу поле узнать. Вот я сейчас говорю, вот одна, одна зашла. Знакомая, которая, потом я скажу. Нет, ну вот это, которое Адам согрешил, это на все распространилось. Но когда Каин согрешил, Бог-то ему говорит, что и теперь ему не будет давать, то есть отдельное проклятие, ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Вот, вот это я спрашиваю. Ну, может быть, урожай был там 15 центров, а это здесь, в пшеницу собирает. А во Франции до 60 центров. То есть ему меньше. Ну да, она тоже земля-то уже не может дать, силы-то нету, грех ее истощил. И главное, Господь его не изгнал далеко, Златоуст говорит, а прямо ввиду райских обителей. Там Херувим стоит обращающийся меч, который после, говорит, ударил в ребро Христа, и меч опустился, и двери райские открылись. Вот вообще, Златоуст это говорит, откуда берет, ну здорово. Ну, мы должны с этим согласиться. Вход закрыт. И он теперь смотрел и тосковал, и рядом был. Я думаю, там упреков этой Еве было немало. Что ж ты наделала, баба? А он-то бы за трещину дал бы, не стал это яблоком-то и залимонил по лбу, и все бы. История пошла бы другим путем. Может быть, вторая была бы Ева создана, а эту бы изгнал, и все это. Ну, то есть, это, конечно, в сослагательном, наклонении прошедшие события не преподаются. А знамение, которое положил на Каина, это вот как раз-таки, возможно, это и есть трясучка, да? Трясучка, да, именно так. Виссарион называется, вот я вот помню, это. епископ Исарион. Так вот толкует. И вот, допустим, я из этой бетекса считал, и он говорит, и Дух Божий носился над водою. Что носился? Он простой ответ дает. Вот когда инженер что-то хочет изобретать, он, говорит, руки назад так вот заложит себе и ходит и думает, так, что же делать? Если вот так сделает, то так. Он как бы, вот чтобы было понятно, Дух Божий как бы размышляет, что дальше, как создать. Какая птичка, как она будет жить, питаться, прятаться, размножаться, где будет, в какой период времени, ну и прочее, прочее. То есть вся мировая история, она в одно мгновение перед Богом. Вот когда считаешь, где-то, а я орнитологией занимался с малых лет, это птицами. Вот сейчас кормлю, сейчас я не вижу, отходами голубинными, вот под окном, и снег падает, и ты закрыл, так пришлось на ножки поставить крышу над ними, вот, а там домик сделал, Роман Малыш был, и туда я сделал так, бумагу, кулечком-то, и сыплю туда семечки, каждый день два окошка там, чтобы барабины лазили, они все равно лазят. А голуби все съедают, а голубь-то много ест. А крышку поставил, голубь боится, боится. А у меня сейчас здесь было 10, и одного голубя не стало, 9, 9 белых, и 2 дикаря. И недавно захожу, они там, я закрыл скорее задвижку-то, зашел, у меня 10 белых, и 3 дикаря, я тогда закрыл, и не открываю сколько дней, уже неделю, наверное, кормлю их, они там и были, кормили, но снег они клевали на крыше, а я им снега в двух тазиках приношу. Я вожусь целый день. А снег-то, снег это вода для них? Конечно, они клюют и клюют его. А, вот оно еще. Да, я кормил здесь, в прошлом году было, я не знаю сколько, но больше 50 воробьев. А жулан, жулан называется, большая синица, он красивый, 4 цвета, желтая, синяя у него там, черная, белая, он такой красавчик, и главное эгоисты все. Два рядом они не будут. А воробьи только куча и везде, они по колхозному живут. Я так для них и даю, чтобы сразу их накормить. Непрерывно они друг друга помаленьку долбят и сами едят. А жуланчик, вот маленькая такая семечка, ну маленькая совсем, подсолнечная, он ее в клюв, вылетает в окошечке и на ветку садится и так зажимает эту семечку маленькую, ни разу не видел, чтобы она упала. Он ее раздалбливает и внутри это ядро съедает. А воробей есть еще не может. Он кусочек берет, как голубь, так рванулся, еще оторвался, а кусок летит в сторону. А вот еще такой вопрос. Каин, Каиниты, они после потопа, получается, все были погибли? Погибли нету. То есть получается, род Каина, он все прекратился, его нет на земле. Его нету, его нету. Потому что спаслись только Ной, а Ной идет от кого, показанному, Мафусаил. А когда Ной передает там через сколько-то лет, вплоть до Моисея почти, а тот захватил Адама, то есть один посредник Мафусаил мог услышать от Адама и передать тому, кто напишет. Ну да, да, да. Мафусаил больше всех жил 969 лет. Его будто такая легенда есть. Господь с ним на прогулке ходит, разговаривает. Вот как с этим был Енох и Илья. Енох. И Господь взял его, написано. А здесь по-другому. Когда он уже умер, опять вместе, и он спрашивает Господь его, ну как, Мафусаил, тебе жизнь показалась длинной? Он говорит, Господи, как будто я в одни двери зашел, а в другие в комнате вышел. А ты хотел бы еще пожить. А потом спрашивает, а второй раз помирать надо будет? А как? Обязательно. Тогда, говорит, не надо. То есть страх смерти такой сильный, что и жизни не надо. А евреи от Евера пошли, посчитается. Ну а почему от Евера они пошли? Я имею в виду, почему названы были от Евера? Я знаю версию, то что он не участвовал в строительстве Вавилонской башни, но в Библии такого нету. Нигде такого нету. Первый, законный, который получил благословение и прочее, это Авраам. Семя Авраамова. 12 глава, 30 стих, бытие говорит. Кто будет проклинать его семя, это будет проклят. Это иудеи, их по-другому, по-славянски жиды называют, израильтяне, евреи. А Евера, может быть, у них сохранилась по потомственным, где сказать, а еще это дети Евера. Но никакого благословения оттуда нету. Название могло быть и оттуда. Некоторые, я вот, может, слышал рассказ такой. Приходит домой еврейский мальчик и говорит, а у нас сегодня там приезжал какой-то дяденька и говорил, вот мы заранее записываем, кем ты хочешь быть. Ну и что? Дед Тео спрашивает. Ну, на врача и на агронома. Ну и ты еще, я на врача сделал, дурак. Врача, ты что-то не так? А, или он наоборот, кажется, сказал, говорит. А на это, а у врача что, зароют, его ничего нету. А тот, щитовод, вот он как. А у тебя, ты на бухгалтер набирали, а у тебя в бумагах тебя посадят. Ну, еще, записался все. И записывали, какой нации. И ты еще написал, я сказал русский. Как русский, ты же еврей. Нет, я теперь русский уже с обеда. Надо же какой. Ладно. И вот, уже к вечеру садятся у них курочка там у всех, индюшка. А ему мать дала там русскую еду, там картошку и все. А мне? А ты русский, еще русские едят. На завтра он идти, дает ему 2 рубля. Да где? Да я даже не доеду. А сколько давал? Стольник, то есть 100 рублей. Русские больше не могут дать денег мне. Таше, иди пешком. Он опять приходит домой, и баба, и мама ему тоже отбрили так же. Ты русский? И сказал, ты сиди так. И он к вечеру говорит, ой-ой-ой. Говорит, один день, только побыл я не евреям-то. Как я их ненавижу теперь? Да. И главное, и у русских такое отношение к евреям. И у евреев, и у всех. А великое приобретение быть, для человека преимущество великое, быть иудеем. А наипащий в том, во всех отношениях, а наипащий в том, что им верено Слово Божие. Вот почему. Потому что мы через них это получили. Кабы ни они у нас бы не было. Я вот смотрю сегодняшний праздник введения во храм. Ну, игрушечный, нарочничный. Ничего нету. И главное, Евангелие считают, вот сегодня считали, сказала там женщина, одна блаженная шрева тебя носившая. Ни ее, ни Богородицу, а шрева тебя носившая. А Христос ответил, что блаженный слушающий, исполняющий. Он ни во что поставил, что впереди сказано. На это не говорят. Но Иисус сказал, блаженный слушающий. Самое главное. Тот мне отец и там брат и сестра, кроме отца. Дальше это не договаривают. А вчера считали совсем никудышно, как Елисавета приветствует ее. Ну, какое отношение к видению-то имеет? Это мало. Монахи вот придумали, но они там придумывают много. Никакого. В восьмом веке только начали отмечать его. В восьмом веке. Ну, до восьмого то века не было. И главное, праздник. Ну, монаха там все это, вот если бы это было в пятницу даже, или в среду, разрешается рыба. Вот и все. А рыба, значит, и растительное масло, и вина маленько можно. Да. А вот первые христиане праздновали только одно, один праздник, крещение. Бога явления. Начало проповеди Иисуса Христа. Начало. А стали отмечать Рождество, это теперь. А Рождество что? Ну, Господь родился, ангелы возвестили. Дальше, день Пятидесятницы. Проповедь всему миру. Они пошли по всему миру. И все возвещали, возвещали. А на введение-то ничего не возвещали и нету. Куда ввели? Там ввели в мир. Ввели в проповедь. А здесь еще нету. Или вот в Третине Симеон Старин взял его младенца на руки. Ну и что? У нас в деревне считалось, что встретилась зима с летом. Лед начал таять. В Третине. Люди ничего не знают совершенно. И вот я стою сегодня, думаю, хоть бы маленько как-то вернусь в первоапостольские времена. Если бы посыльные от князя Владимира пришли, и там бы где-то рядом были молитвенные дома, где собирались апостолы, они бы посмотрели, они бы никогда не избрали. А когда побыли на богослужении, говорят, мы были как на небе. Я стал разбирать. Скажите, а они понимали греческий язык? Нет. Ну что они понимали? В степях живут. А на что они обратили внимание? А они увидели то, что красиво, ладан пахнет, может быть, даже и просорку дали, или угостили их хорошо. Все как на небе. На каком? На языческом небе, как они его представляли со своими перунами. И за это, главное, повторяют. Ой. А когда показали изображение страшного суда, князь Владимир сказал, посмотрел, который в ад тащит, ой, им плохо там. А на небо показали, а вот этим хорошо. Вот вся проповедь. Получается, Ламих, это первый, у кого многоженство было, да? Да. От него пошло? Да. Ада и цила, он ему говорит. Внимайте мне. И будто бы это в стихотворной форме, говорят евреи. Он песню воспел. Он победил мужа в язву мне. То есть, что между ними было, неизвестно, была драка какая. И он его убил. Никакого. Ну, уже возмездие, кто меня тронет. Там больше, чем закаянно отомститься ему. Ну, вот, когда Яков боролся с Богом, ну, с ангелом, как бы с Богом, это действительно была борьба как с человеком его? Или это все-таки была только молитва какая-то? Он просил особенно Бога что-то? А кто бы ему бедро-то повредил-то? Он же хромал утром. Ну, да. Ну, да, значит, на его было. Ну, взрослый бывает с ребенком. Ой, какой вырос большой молитв. Давай поборемся. Давай, давай. Ой-ой-ой-ой, победил меня. С ребенком-то это как. И вот Господь с ним так и боролся. Как тебе имя? Чудное имя. Для чего ты спрашиваешь? Мы имя Божие не знаем. Оно откроется там. А какими именами Господь открылся? Эти имена мы так в торопях переводим. И вот Яков шел и хромал. И, главное, они перенесли это на скотину. Бедро, овечки есть нельзя, потому что Яков хромал. Вообще непонятно, какое отношение его повреждения к баранам имеют. Ну, видимо, в памяти. Чтоб сохранилось, да, это для всех в памяти. А это, получается, это был как бы такой ключевой момент, где Яков изменился, да? Раз его назвал другим именем. То есть, Господь его довел до кондиций определенных. Так переводится дважды зрящий Бога и борющийся с Богом. Израиль. А это получается, а вот если посмотреть на Израиль, он действительно и зрящий Бога одновременно, и борющийся с Богом. Да. История его показывает. Да, да. Ну, вот этот момент все-таки это мы должны как воспринимать? Вот, вот как, допустим, Авраам после его Господь назвал 2а добавил. Но после того, когда он поверил, ну, то есть, после испытания его веры. А в данном случае как бы человек изменяется, и Бог его называет в связи с этим другим именем. Так я понимаю? Ну, как он называет его? Считается в крещении. Ну, он в связи с чем называет? В связи с изменением, которые внутри него произошли? Или как? Ну, конечно. И там написано, который там Иуз был, а его назвали Варава. Варнава. То есть, утешитель. А до этого, ну, Иуз был. Вот, жасть, из которой Волкер-то приезжает. Я его спрашивал здесь американца, тут у меня здесь был дома. Фермер там коз разводит. Я не знаю, как его дела сейчас. В нашем районе живет. А? В нашем районе живет. Ну, вот он у меня здесь был. Я ему подарил книги. Говорит, зачем ему дали? Он там, ну, зачем? Он же не один, и там дети, и жена подарили. А он говорит, так это Иуз. И показывает в первой главе Деяния апостолов. Там Иуз был. А Иуз у них Ж. У нас Иисус, а у них Джизес. Де Ж заменяются. Вот у нас Иосиф, а у них Джозеф. Они боятся Джозефа, это длина, Джо. Две буквы. Горбачев, они горби. Они ленивые американцы, считать-то. Они листик прочитать, это в тягость уже. Это мне, которая наша там американка много лет живет. Дети у нее там военные. И все, я их знал. Это чуть дольше, они, говорит, не будут смотреть. А вот смотрите, Ярл Пести говорит так, что вот Иаков же два раза помолитвы, у него две было как бы молитвы. Перед тем, как вот он должен был встретиться со своим братом, он побоялся и начал просить Бога. Ну и он разделил как бы одних, разделил свое племя как бы напополам, чтобы если что, если он убьет, то что-то тут осталось. И говорит, Ярл Пести говорит так, что первая молитва его была несовершенная, он надеялся на свои силы. То есть все равно он помолился, но все равно как бы распланировал, что и как делать. А вторая молитва, уже когда это, говорит, борьба была с Богом, потом уже он говорит, уже была совершенная. Правильно ли он говорит это? Не могу сказать. Я думаю, то и другое, вероятно, очень даже. Мы не знаем, что за него отвечать, как я ошибиться могу, и кто утверждает, у него данных нету. Но судя по событиям, близко к этому. А вообще, у Ярла Пести какие заблуждения есть? По каким вопросам? Ну, какие вопросы? Тысячелетний царство, на сто процентов заблуждения. Дальше, что сыны Божьи в хатире засеряем человечество. Он прямо проповедует, что ангелы блудили или что же, с женщинами. Но это совершенно никуда не годится. Даже непонятно, как. Тем более, он когда проповедовал, брал златоуста, таких святых отцов даже брал. Я вот переписывался с ним, и вот он говорит, когда для слова Божия нет, считали, мы, говорит, со слезами считали. И он у меня просил, пришлите мне проповеди свои. Он проповедник, ему охота было узнать, как я нахожу к людям доступ. Ну, он-то говорил по радио, так-то он же не был, где-то не страдал, его сильно трогало. И у меня это письмо, кажется, книга где-то есть, да, есть. Он в семье, и главное, его жена-то умерла, а он как-то в какое-то место приехал у баптистов, ну, она лет, может быть, на 40 моложе. И он к ней подошел, говорит, мне нужна помощница. Ну, хорошо, ты будешь мне помогать? Да как? Ну, женой моей стать. Я, говорит, испугалась там, вот так, затушевалась. А я, ко мне тут звонят баптист из Америки, хороший. Я стал говорить письмо, да кого он женился там, в которой в дочери, сыновья. Подожди, я говорю, если при живом мужа выйдет, так при живой жене, она умерла? Умерла. Где, какие возрасты назначены? Богородице не полных, 14 лет было, 15, а ему 72, Иосифу. И никто никогда не смотрел. Да женщина существует, предел возраста, а для мужчины нет, он определяет сам. Вот он, значит, хорошо знал писание, письте, поэтому и знал, что делал. Да, я, главное, не один раз потом слышу, другой нападает. А чего вы за него так заступаетесь? Да потому что несправедливо нападаете. Как я могу мимо проходить? Он ни в чем не нарушил. Жили хорошо, она дает воспоминания, и неплохо, что женился. Вот так, Сыткина, или Сниткина, она, Александра Григорьевна, умерла у Достоевского-то, а теперь он женился, или там другая была у него. И вот, хорошо, что она осталась, а он умер. Она его, там, считали не только секретарем, а типографией его. Она его труды дальше продолжала, или вот у Чехова. Чехов умер в 44, а жена где-то на 30 с лишним лет позже. Она заслуженная была где-то артистка в каком-то театре, и заслуженный орден какой-то и дали. И она, конечно, его труды продвигала вперед. Но когда жена моложе, это по закону, не закон, а вот, а он старше ее считалось, я считал как-то, не знаю, на чем основу, не больше на 13 лет. Ну вот то, что апостола Павла Павлом назвали, и Фифилакт говорит, то, что потому что он, Сергия Павла, с него взял это имя, пример. Все-таки это же ни на чем не основано вообще. К чего ради-то у него, с него брать пример? Ну нигде Павел не встречается первый раз. Нигде в труде Павла. И он начинает Павлом называться после этого события. Тут есть за счет засыпиться-то. Что он такой... Ну какое-то это монашеское, мне кажется. Проконсул, проконсул, и обратился, и препятствие было в колдуне, в колдуне, и Лима-то волк. И ничего тут такого нет. Я думаю, это на память. Вполне может быть. Главное, он Савлом назывался до этого момента, прямо до этого. И сразу после него первый Павел, ему встретился Павел Сергий. И он стал называться так. Я считал это у других, которые называются богословами. Ну, то есть основание это только в том, что вот после этого, да, названо? Да, после этого. И нигде у него больше с именем Павла, у Савла, никто не встречался. И вдруг он меняет имя на Павла, как раз, когда Павел обратился, не простой человек, а проконсул, с великими препятствиями. Видишь, какая тут борьба была с демонической силой. И, видимо, чтобы закрепить это, он вполне мог, глядя на это событие. Нет, я думаю, тут надо не торопиться. Ну, вот мне это, но как вот Павел изменил свое имя, вот я не могу понять. Он уже крещеный, у него было уже имя. Ну, как он, ну, изменю себе имя, что ли, другое имя сделаю? Как это так? Чего ж ты молчал долго-то? Поздно родился. Ты подошел бы, да спросил у Павла. Вот это я просто представить ему, как это так? Просто взять и изменить себе имя. Или это? Не знаю. Ну, как так? Петр был такой, подошел, и теперь будешь кип, а будешь называться Петр. Что значит камень? Ну, это Господь назвал его. Господь, это понятно. Или в прещении назвали тебя изменения. Какое-то событие должно произойти, которое тебя изменит имя. не просто же так. Ну, хорошо. Фома близнец. Почему он был близнецом? Может, у него брат был? Близнец. Может быть, брат родились вместе. Но никого близнецом-то не называли, только его. Почему? Ну, мы знаем, Якоб родился вместе с Исавом. У Якова-то имя-то какое было? Он говорит, вы за ним выходил из утробы и за пятку держался. Ему дали Якоб. Это означает обманщик. Дающий подножку. Да. Вот я это имею в виду, что вот это что-то такое может было у ранних крестьян, что он даже и крещеный уже, и все остальное, но вдруг и меняет имя. Ну, там было уже до этого. Вот я говорю, когда этого Иуса, его прозвали Варнавой, как утешитель. Он помогал в раздаяниях, помогал сбирать пошлину, церковную, десятину там или сколько. События были какие-то. Возьмите, вот Тавифа, а ее прозвали как Серна. Она была быстрая, шила, рубашки разные, мы же считаем это. Вот, а она прозвали ее Серной. А Серна не дали, как перевести. Она может быть не Серна, может была, а что-то это, с Тюрьминой или как-нибудь. Ну, может тогда действительно вот это обращение Сергия Павла и вот эта борьба с демонической силой, это такое событие важное было для самого Савла, что он как раз... Нигде не встречали такого, нигде. Он Фесту, Феликсу проповедует, но ни с места не сдвинулось. А этот именно обратился. А рядом такой человек был, который там тысячи людей мог отвратить. И он все разгромил это дело. И, конечно, это была памятная дата. Не меньше, чем когда он родился свыше. Ну, вот так, да. В принципе, тогда и получается, я на самом... Мы ответили на вопрос этот, почему было ими названо, да. Да. Ну, вообще, наиболее полное вот этот... представить картину того, что произошло после того, как Господь вознесся и когда Дух Святой сошел, вот это по каждому апостолу, это надо отдельно каждого жития читать, чтобы вся картина сложилась. Тита, Тимофей, все вот как это. Потому что, ну, у меня картина полностью вся еще не сложена, что происходило дальше. Отдельно там, по Павлу сложено, там, я Тита отдельно, там, да, Тимофей отдельно, но чтобы вся картина нету. Есть ли какой-то материал, который может всю картину сложить? А вот видишь, я такой цели не ставил, у меня так и получилось. Когда мы считаем житие по Дмитрию Ростовскому, 12 томов, начиная с сентября, Новый год начинался, вот, 12 книг, 12 месяцев. Ну, а там каждый день, когда смотришь, там можно узнать, какой век, как он жил, биография его. Бывает первый век, сразу пятый, семнадцатый. А мне пришлось, я выбрал из 12 томов, 365 дней, выбрал первый век, отдельно с новой дорожки, второй век, ну, сам видел как. Вот там у меня, это можешь найти, первый век выбран весь. На сайте у меня. Вот смотрите, Игнать Тихоныч, мы это же сдобавили, теперь у нас все это, очень легко это сделать. Вот. Прямо вот эту, вашу таблицу, смотрите, мы сделали так. первый век, до Рождества Христова, первый, второй, третий, четвертый. Нажимаешь первый век, и все святые первого века чисто. Да. Нажимаешь второй век, все святые второго века. Этого нигде нету, это впервые у нас только было. Такого нигде никогда не было. И вот смотрите, на любого святого нажимаешь, раз, корнили сотник, и сразу жития его, прям сразу на сайте. Это мы уже улучшили, взяли, то есть ваше и улучшили. Ну, это Господь так надоумил. Перед тем, как считать, я, кажется, причастился, поехал к архиепископу, Гедеону, до Кухину, и благословился, и у настоятеля. Я серьезно подходил к этому. Вот спрашивают, сколько я в это время спал. Недавно один увидел, сколько я часов пробыл. Так вы что, совсем не спали? Это вроде неправда. В общем, в среднем у меня на сон уходило в сутки два с половиной часа. И учитывая, что около 30 лет я занимаюсь этим, а 9 лет издавал книги, я около 30 с лишним часов потратил. Вот и возьми, теперь сколько? Было у меня такое, что я меньше даже спал, меньше двух часов. Конечно, было очень трудно, но работа такая была. Нужно было начитанное на катушке перенести на цифровое. Вот сейчас вы считаете там златоуз, считаете жития. И вот вы видите, у меня-то все уже было написано в 80-е годы. А сейчас даже Библию начитывают уже не один раз. Но моя Библия там, можно сравнить, посмотреть. Перед этим-то я Библию когда насчитывал, ее же погубили. И вернувшись, я уже на компьютере насчитал. Я только слушаю вашу начитку, потому что тот, кто начитывает, тот должен хорошо знать то, что начитывает. Да. А здесь по поводу вас сомнений нету, поэтому и ваше... Вот у Гавриила отец был, Гавриилов отец. Ну мы звали Леша, это Алеша. А он не Алеша, а Леонид. Леонид Ильич. Значит, и у Брежнева такое было. Ну вот я когда насчитал уже Новый Завет-то, а ему дал. А он больше всех мне помогал. Он был очень высокий специалист. По всем магнитофонам, по электрике, по холодильникам, машинкам. Да и у него не было ничего этого. Он этим жил. И он пришел, пришел утром, гляжу, и у него глаза такие заплаканные, что ли. Я считал, сколько раз, не понимал. Вас послушал, как считаете. Да я совсем не верую, сейчас там прямо... Вот интонация одна. Вот я считаю там, бывает где-то с музыкой считают. А потом, Архипелаг Гулах-то я тоже дважды насчитывал. То-то уничтожил, а теперь уже здесь. И Архипелаг Гулах-то на... На нашем сайте там есть. Там аудио, видео где указывается. По-моему так? Да. И он есть. Он есть. На нашем сайте, на нашем сайте все есть. Вот. И главное, которые слушают люди-то, ну другие, это я же не артист какой-то, не Яхонтов. А вот, говорит, считал, я это слышал, говорит, вот это считает зэк настоящий. Видно, что он все пережил. А другой, да у него ударение неправильное, его к стенке поставить мало. Расстрелять даже надо. Да. Я этим жил. Жития святых, когда насчитывал, они горели в огне, я как будто сгорал. Масеком в комнате все время. А по полу идти, рядом печка, из-за печки сугробик снега. Барак лопнуло, надувало. И ноги не мерзли, я весь горел. Самая трудная начитка в житиях была, это Симеон Новобогослов и Исааки Сирин. Надо же считать со смыслом, не просто барабанить. Меня там хватало, я по часу считал, без перерыва, а здесь минут 20, я полностью выхолощенный. Ну и специально там свои снитки готовили. Мед разведенный с теплой водой, я сразу ложился, никогда не ложусь на кровать, а тут ложился. Мне нужно было очень сильно освободиться мозгами от всего этого. И я засыпал, ну может минут на 20, и опять становился считать. Минут там 25, я снова уже смысл считаю, теряется. Настолько они глубоко убрали. Это вот есть такое Ода Гаврила Романовича Державина, о котором Пушкин писал, старик Державин нас заметил и в гроб уходя благословил. Ода Бог. И вот Кюхельбекер, один из тех, которых ссылали декабристов, и когда он просчитал Оду Державину, он говорит, да помните, да понимал ли Гаврил Абрамович сам, что он написал, Романович, что он написал. То есть, такую глубину стихотворения коснулся, что даже сдрогнешь. Вот это его Ода, я ее поместил у себя в трехтомнике красном. Толкование, посмотри, в каком, по-моему, во втором томе это, в конце. Ода называется Державина Бог. Ох. Попробуй насчитать ее. Я не слышал, какая начитка где. Я насчитывал все это. Угу, угу. Ладно, посмотрю. Да, она у нас там, можешь найти ее, вот красный наш трехтомник, открой во втором, или с этим на самом конце. Найду, найду. Ладно. Ну вот, видишь, я... Выставлю. Я тут встретился сейчас с вами, да и Димитрия показать вам. Да. Димитрия хороший помощник. Да. Ну, пока он здесь, я не знаю, сколько ты можешь побыть здесь? В воскресенье. В воскресенье, потом выезжаешь, да? Ну, четыре часа. Надо спросить, где в Солодежь, там наши люди живут. Класс. Ну, ладно, дорогие отцы и братья. А вы, ты знаешь, что такое слово «ладно»? Нет. По-английски как звучит это? Окей. Окей. Да, окей. Это означает «ладно». Вот, немецкий язык, это язык команды. Вот, японский язык, это для княжеского рода, как вот французский для женского рода. А почему? Ну, вот, японец, допустим, улетит на самолете, а тот другой разговаривает и как бы мешает слушать. Он говорит «Будьте так добры, я попрошу вас немножко повремените разговаривать, а то мне вот такое предложение». А немецкий сразу «гальтемауль!» То есть «заткнись!» А дословно так «закрой пасть!» «гальтемауль!» Это командный язык. А русский, получается, и то, и другое содержит? И то, и другое, и третье. Самый богатый язык. Я мало знаю языков, ну, да не знаю ничего, но скажу, что они не могут перевести, где очи, глаза, у нас лоб, чело, там, ну и прочее, у нас все отдельное. Отдельно. И переводят они, вот, машина, когда переводит, ну, так, как говорится, суконно. шифером крыто. Почему Тургенев Иван Сергеевич написал «великий, могучий русский язык»? Вы бы, вот, если бы сказали, вот, будет сейчас ребенка готовить, и надо выбрать четыре языка, которые он должен знать, он будет благовестником. И вы бы какие сказали, четыре языка он должен знать? Ну, конечно, если я русский, надо русский хорошо знать, безошибочно. Нет, русский не считается, русский как бы само по себе. Четыре языка. Ну, первое, это мировой язык, сегодня английский. Тут уже не надо говорить. Ну, второе, хочешь не хочешь, а китайский надо изучать. Китайский. Потому что это великая держава, умеет воровать, умеет брак делать, но и умеет дисциплину держать. Как этот говорил Петр, вот. Второй, китайский, третий? Третий? Ну, третий, третий не знаю. Тут я, остальное это, надо смотреть где. Какую роль занимает арабский? Может быть, арабский. Арабский мертвый язык, его изучать не надо. Нет, на котором сейчас говорят арабский. Они не, ну, на котором говорят, но надо посмотреть. Я, когда начинал изучать португальский, там, или это, выбирал, или испанский, я стал смотреть, где людей больше, на каком языке они разговаривают, самостоятельно. Вот в Сирии везде они на арабском разговаривают, просто он какой-то современный, осовремененный. Не знаю, не могу, тут я не, никто. Я имею в виду, вот на благовестие человек готовится, английский, все правильно, ты везде, у тебя дорога открыта, китайский, миллиард человек. Дальше, мусульман, как, чтобы им проповедовать? Два миллиарда, не миллиард, а два миллиарда, это скрывали. Два миллиарда, говорят. Ну вот, арабский, это для мусульман, тебе открыта дорога. И еще одно. Брат, не могу на этот вопрос ответить, я не знаю, это надо специально большие знания иметь, какие это народы, как, а так выучи его, афганцы говорят, но им нет, в Дубае не говорят, если пойдем в Саудовскую Аравию, но только в мечети, они не понимают ничего, что Мула говорил, Аллах Акбар, и все, они ничего не повторяют даже. Это церковно-славянский мертвый язык, а который они знают разговорный, так они бы считали, это знали, он считает даже, не может понять, он не разговорный, он мертвый. Нет, я имею в виду, вот именно на разговорном, это у них тоже арабский называется. В какой стране разговорный-то? Мне ни разу не встретился, чтобы разговорный язык, на котором вот они сейчас ссылаются, вот этот язык, который у меня здесь написан, вот смотри, вот, гляди, видно, нет? Вижу, вижу. Вот, смотри, посмотри внимательно, вот этот язык, во, вот у меня словарь есть, татаро-русский, кто поймет его, а кто знает. Ну, вот я в Сирии был, и все местные разговаривают на арабском, все до одного, шукран, там, кемаб, кебаб, там, всякие эти слова, все тоже самое, арабский, но он, это не такой, какой написанная эта книга, он отличается, но он называется-то тоже арабский. А на каком, на каком языке разговаривает Саудовская Аравия тогда, на каком? По-моему. У каждого народа свой язык, это хорошо бы ответила Наталья Усатая, она там была, и она это знает. Я никогда на это не посягнул, чтобы ответить, я не был там, не знаю, и не читал, я знаю, мне там не быть, и я языками занимался, пока не за словом можно заниматься, я понял, там переводчики с высокого класса, которые все перевели, но я успел по-английски посчитать, по-немецки, и на этом закончились мои знания. Вот, Игнат Тихонович, в Саудовской Аравии говорят на арабском языке, это официальный их язык, на каком? Но схожий ли он с тем, на котором они издают свою книгу? Вот это не могу сказать, но мне кажется, близкий. А поэтому разговор считаю завершенный на эту тему. Хватит ему два языка, которые бы он выучил. Ну ладно. И когда говорят, что вот он под имен Зава Бартам или Зава Бартам Зигер был, Николай Кузнецов, это обман. Ни разу он в Германии не был и говорил без акцента, и говорил на каком-то диалекте. Этому верить никак нельзя. Надо, чтобы ты там был или с тобой был человек из той области. Ну вроде бы у него учитель старый был, не знаю. Не знаю. Я вот литературный язык, меня сразу понимали, будто бы я из Берлина приехал. Ну это, я же никак, только у меня учительница была оттуда. Оттуда. Офицер женился, она приехала, проторговалась и была в лагере, где я был прорабом. И я с ней получал уроки. Поэтому у меня Гогдойч, это высший немецкий язык. Литературный, безупречный. Ну это все, как-то, когда шикат, тут приезжатель из Германии, я в Германии, там остановка у Сортисон Валентина была. И все знаете, да, знаем, вокруг нее люди, да, знаем, да, разговариваем. Я всем даю одно предложение, еще ни один не перевел. Одно. Коршун поймал Суслика, а Ястреб его отобрал. Ни один не знает, не знает, как Коршун, его Гогабик. На Ястреб, Гайер. Ну они, не знаю, не знают. Я старался все узнать. Я спрашиваю, как портянки я накручиваю. Не знают. Я надеваю пилотку. Как? Вот по-английски это For the top cap. То есть задом наперед кепка. То есть туда и сюда. Ее хоть как поверни. И они в одном слове это возьми, найди француза и скажи, скажи 98, он же не скажет. Ему не сказать 98. У них нельзя. Он должен сказать 4 на 20, 10 и 8. 80, десятка, 90 и 8. Катар, вот этот, допустим, термина. И все, у них в сознании нету этого значения, этого слова. Ну да. Ну да. Это так. Я вот, конечно, не встречался с Герасимом Петровичем Павским или Хвольстом Данилом Абрамовичем. Главные переводчики Библии. Писали учебники для еврейских там школ. Знания их были бесконечно велики, кажется. И они перевели нам. Вот когда считают, даже Псалтирь утрами считают, но я не могу. Вот я слушаю или сам считаю, и у меня душа просто радуется. Какой перевод! Какие они слова находили! Не отступили от истины! Где курсив надо подставить? Язык отточенный, как будто сегодня это было. А ведь это не сегодня было. В 76-м году у нас было в 1870-1976. Ну, считай, 160 лет, наверное, уже. И как будто сегодня. А до него державенский язык посчитай. Язык сломаешь. И еще этого нет. А вот тот язык, когда пришли Кирилл и Мефодий, на котором разговаривали славяне, и церковно-славянский, он различается? Различается. В церковно-славянском языке никто никогда не разговаривал. Это искусственный язык. Они хотели славянские народы на богослужение объединить вместе, чтобы любой зашел в Польшу или в Румынию, и он бы понимал там. А получается, нигде никто никого не понимает, даже и святы свои не понимают. Это задача неправильная. Другое дело эсперанто. Тогда уже никакого отношения не имеют к никакому языку. Но оттуда взято многое. Вот у нас Виктор Андреевич Яковлев, врач, он как раз эсперанто занимался. То есть, получается, они брали от славянских народов из разных языков какие-то слова из греческого еще добавляли. Да, искусственный язык. На церковно-славянском никто никогда нигде не разговаривал. Это абсолютно на 100% мертвый язык. Я зашел, я рассказывал, может, слышал. зашел тут в магазин, в котором там разные такие церковные принадлежности и все. Армандо называется. Армандолия это итальянский как бы. Ну, он русский человек там. И приехал священник, там товары эти набрал, идет там ладан и все такое-то. А этот человек мне больше всего помог в издании книг. Его Александра звать, а после крещения он Никита. Ну, а этот священник это. И говорю, откуда, чего, как? А что же вы не берете русский? Так, а мы славянский понимаем церковно. Как? А с женой разговариваем по-церковно-славянски. И вы нормально знаете, как русский? Конечно. Я говорю, первый раз встречаю такого знатока. Он еще ничего не понял. Я говорю, а давайте вы, я вам в предложение два скажу, вы переведете? Давайте. Вот скажи, я пришел к Никите и накупил такие-то товары. Вот это я не знаю, как товары, ладно. И спускался по ступенькам в подвал, остановился. И наступил на развязавшийся шнурок у ботинок. У него глаза в разбежку пошли. И я упал и расквасил упрямый поповский нос. И потекли сопли с кровью. Все. Он положил эти товары на стол. Стоит ни одного слова. Наступил на шнурок, упал, упрямый, но ни одного слова не знает. Насчет ты с женой говоришь, я пошел. Да и то говоришь неправильно. Не пошел, а еще два часа дома крутился. Но вообще, реально-то это вообще возможно на нем говорить или невозможно? Невозможно. И которые переводят, они слова из рук не выпускают. У меня был такой, который переводил Акафисты составлять. Составлял даже Акафисты. Знаток. Я знал этих знатоков. Мы беседовали однажды особенные знатоки этого церковнославянского старобрядцы. И вот собрались-то там самые главные знатоки. И троицкий там канон, кажется, до обеда. И кандидат богословских наук, знаток там языков, наверное, такие свои, Александр Пивоваров. И, наверное, одну страницу до обеда переводили. Да. Ну, для чего трудно? Я вот сейчас... Мне для семинария это надо церковнославянский язык. Для чего мне трудно его... Я не могу систематизировать никак. То есть, я читать там что-то могу прочитать, но системно как-то к нему подойти не получается. А, слушай, насчет семинария то что у тебя там? Ну, что, никак, ничего? Не жжу. А вот этот, который там... кто он там, секретарь или кто он... Чего тебя не допускает-то? А ты пришел бы и сказал, у меня должна быть встреча с митрополитом. Мы с ним здоровались на аэродроме. Да он знает, он прям при нем был, он ему говорит, так, секретарю, вот мы прям все обнялись, я говорю, надо встретиться нам. Все-все, говорит, хорошо, вот сейчас секретарь, он говорит, секретарь, так, назначь встречу. И мы с ним, он говорит, все, телефонами обменялись, и я ему вот уже пять, может, пять или шесть раз, наверное. И он, как говорит, он там уехал куда-то, он сейчас нет, я вам сам позвоню, он ни разу не звонил. Я опять пишу. Ну, позвонил, узнай, дома или нет, и сходи. Вот я звонил, а потом на него сам звонит митрополит, и мы с ним побеседовали, наверное, часа полтора были. Я говорил, один час пять минут. Помнишь, это всем за миндальная повесть? Помню, помню, да. Поэтому, а я потом уже и не стал, пять раз я протыкался. А пойди сам, мало что, мало. Мне, если что-то надо, я буду стучать и стучать, пока двери не разломаю. А теперь уже, сейчас уже и не допустят. Вот так. Да. Они же работают по закону об образовании, а там пришел приказ по всем, никого не допускать, из тех, кто, ну, не это, не ввели в себя эту жижу. Да. Придется идти, говорится, в подпол. Надо сказать, вот я сходил, ты лучше меня там разбираешься в этом деле. Я беседую, когда с мусульманами, я сразу понял, три слова у меня табу, запретные. Аллах, Мухаммад, Коран. Я их никогда не произношу. С ними. Вот как, допустим, я истребил из своего лексикона слово проблема, вы никогда не услышите. Хотя в книгах еще могут встречаться. Наконец я понял, хотя американизм, он ничего не значит. Слово окормлять, я считаю, одно из самых поганых слов, какие сатана пацанул. Ну и вот, тут надо тоже сказать, при нашей встрече вслух не произносить хотя бы слово три-четыре. Сам знаешь, какие на сегодняшний день. Никак. У нас сейчас молится, вот, Каримов, Михаил. Он говорит, как надо. Теперь я молюсь точно так. Не давай повода, ищущим повода. И не никак. Просто говорить, чтобы было понятно, чтобы брать из церковного, считать. 24 глава Мори, я проповедь говорил на это, наверное, слышал, о Море. Что такое? Обещание этому должно быть. Не надо ни злиться, ничего не надо делать этого. Не надо. Человеческими средствами, тем более заранее, сделать. Это уже просто незнание Слова Божия. Заранее. Когда случится беда, молиться нам не запрещается. Но заранее отмазать себя, как говорят, от этого не получится. Потому что это для того, чтобы от греха отстали. А люди не перестали. Посмотри, что в рулетке делается. А вторая рулетка, это настоящая жизнь. Вот такая, гнусная, поганая. Да. Ну, спаси Христос, Игнать Тихонович. Слава Богу. Мы тут. Игнать. Что такое? Михаил. 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 Ну, давай. Я видел однажды наш президент, многоуважаемый Владимир Владимирович. Он в начале своего срока приехал там в Германию и свободно разговаривает на немецком. Ну, потому что знаем же, что он там жил. Он там, он служил, служил там, служил там. А потом, получается, через какое-то время показывают его. Ну, я почему задаю вопрос, вот вы как обладатель языка. Может ли человек забыть, ну, если профессионально ты владел и там жил годами, и вот он с Меркель встречается, а он не бум-бум, он не понимает, видно по глазам, и он переводчика зовет, и переводчик ему уже на ухо там переводит. Я из этого, ну, следую, что это не Владимир Владимирович ты был с ней. Нет, нет, это Владимир Владимирович, он ни с кем не разговаривает. Даже русский человек, который в плену пробыл несколько лет, он, возвратившись в Россию, природный русский, никакого языка не знал, и он с трудом подыскивает слова, как по-русски. Так что, это так. Я вот занимался спрашивать, какой язык знаю, никакого. Ну, в 50 с лишним лет я не касался, не произносил. Что я знаю-то? Все выветрил, да мне они не нужны. Я все словари все связал и в подпол бросил. Есть люди, которые этим занимаются. Мне не надо, я туда не поеду. А тут, получилось, меня вызовали в Америку. Я там за неделю буквально все восстановил. И встречался с полицейскими, беседовал, ну, и встречался с людьми, и по-английски беседовал, с стюардессами в магазины ходил. У вас слышно, Игнать Тихонович, что, скажем так, диалект английского, настоящий, американский, такой, они вот так разговаривают, англичане, они разговаривают, ну, четко произносят, а американцы, у меня товарищ, одногруппник, он в Америке, он говорит, я поначалу вообще не понимал, они что-то говорят, конскус глот, особенно, говорит, если про американцы, ну, негры, они вообще непонятны от слова, вот совсем, они вот так разговаривают. Как будто горячая картошка во рту. А я слышу, как вы по-английски разговариваете, один в один, только белый, наш, с бородой. Ну, вот так. Спасибо. А там и другой был, этот же самый был, Владимир Владимирович. Ну, только ему, я так понимаю, уже не нужно это. А да нет, это так. Нас это не касается, мы даже Бога благодарим, за все благодарите, написано, за все. Никого не проклинайте, а молитесь за них. Ну, первых христиане брали, с детьми вместе сжигали, убивали, жития святых я насчитывал, но ведь они никуда не шли, они принимали это как радость. Ну, считай, седьмая глава второй книги Маковейской, медленно прочитай, когда семь сыновей казнили, какие мухи терпели, как Екатерина, Варвара, про них молву пускали, про христиан, они говорят, как деревья, они не чувствуют боли, а Бог делал, обезболивал, обезболивающее давал им. И они никак, вот его жарят на огромной сковороде, она смеется, лежит и говорит, один Бог поджарили вам, жертву-то, переверните на другой Бог. Жития Агафьи, там считаешь, это нельзя даже вообразить, что они терпели, вот Климент Анкирский, ему молимся, его где-то 29, что ли, лет мучили, живого места не было. Все органы, которые были, говорят, это все заново наросло. Больше его в мире никто не страдал. Он не просто сидел, а мучили его, допрашивали, и за дня в день. Ну что, если никого не... Это для вот этих вот безбожников, которые святых-то мучили, то есть, насколько это для них, вот как Господь Иисус Христос, то есть до конца, до конца, до конца показывает чудеса, они не верят. Ну человек, это жжешь на сковороде, ну ты же должен, что это не просто так, что один, второй, третий, это Господь так говорит, но не уверовали. Ну если сегодня будут они вот так делать, как дальше этой жижей пользоваться, тут мучения-то меньше намного. С кровью тромбами сбилась, человек упал и умер. А ведь там их годами мучили. И они, у них был один тут, в житиях есть такой, он в этих там депутатах, или кем по-нашему сказать бы, и христиане ему там записку передали, видимо, и говорит, ты с ним будешь, ты поговори с ним, чтобы он казнил нас. Уже терпения мало осталось. И он говорит, ну а что, что-то узнали больше? Да нет. Ну а что на них тратится? Давай казни их, да и все. Их казнили. Главное, сейчас видно, что вот эти силы, которые всех принуждают, а против них восстают всякие партии, КПРФ, то есть им не важно, они любой повод находят, чтобы сейчас против власти идти. То есть всегда против. Это кончится от того, как гражданская война, говорит, была. Вот это сегодня прям рядом где-то совсем. Но это мы такие тюхти, по их мнению. Но другие, это не так, они уже говорят об автоматах и другом оружии. Это в один день сколыхнут у мусульманов всех. Потому что каждый, который не дожил свой век, и молодые, которые умерли, они будут на кону поставлены. Это всегда так было. А когда придет последний их машеах, он тогда и будет говорить, вам нравится эта власть? И он признает, все это делалось ошибочно, ненужно, а вот меня изберите, все религии уберите, мне поклоняйтесь и взывайте, как у Даниила. Никому не взывать, только во имя какого-нибудь ваала к самому императору. А Даниил открыл окно, открыто молился, и получилось, что заработал, брошен был в ров львины, и львы стали поститься. Ну, смотрите, что вот ему надо, чтобы мы поклонились как Богу. Но ведь как Богу могут поклониться только верующие люди, которые, в принципе, верующие. А не верующие, они же, получается, возможно, ему будут поклоняться как Богу, но не в смысле Бога, а в смысле там, у него самые высокие технологии, он как там самый научный человек в мире будет. Что-нибудь такое? Возможно такое? Да. Это возможно. Но вот этот атеистический настрой, это дух и душок, который сейчас, это все очень быстро переначивается. Он будет делать такие чудеса необъяснимые. А вся эта СМИ день и ночь будут твердить, это только Бог может делать. Будут ссылаться на священное писание, на Ветхий Завет. И он призрачно будет воскрешать мертвых. Море, она меритина, ведьма, которая могла птицу в полете остановить, она не падала и висела в воздухе. Воду реки поворачивала вспять. Значит, они многое могут. Почему Серафим Саровский Материулу сказал, над ним когтем землю перевернет дьявол. Но они скованы. Они не могут делать то, что хотят. Так вот. Памва никогда не смеялся. И они решили, дьяволы, поговорили, говорит, а мы его рассмешим. Ну и подхватили какое-то маленькое перышко, там, куриное или птичье. И канаты навязали как-то. Тянут и кричат, ой, не можем, ой, помогите. А он увидел это и улыбнулся. А, Памва улыбнулся. Он говорит, а я, что улыбнулся? Да какие вы бессильные. 40 демонов одну порошинку везти не можете. А они, говорит, провалились сразу. Сразу напомнило этих комиков, юмористов. Они же тоже такие глупые всякие шутки, шутки делают, чтобы только ржали люди. Да. Как лошади. Как бесы. Задорнов Михаил баловался этим. Ты помнишь, я ему там говорил? Да. Так и произошло. Слово Божие неотвратимо. Да. Ну, хлопцы, я уже отхожу от вас. Все. Спаси Христос. Спаси Христос. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Мы не против, мы еще раньше вас выставим. Ну, с Богом. Простите. Радонтиза выставит раньше. Все. 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 Субтитры выставит.